Послание к филиппийцам разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Речь идет о смысле жизни. Об этом смысле жизни очень хорошо сказал мученик Тевуртий был такой. На суде, обращаясь к суде, он сказал, вы верите в одно, мы в другое, а именно вы верите в то, что вот мы видим, слышим, чем живем, в чём, кажется, существуем. Всё это, всё вот это – наша внешняя жизнь. И дальше интересные слова. МНИТСЯ БЫТИ И НЕСТЬ То есть, кажется, существует, наша жизнь вот эта, кажется, существует, и раз, и нет. Мы же во что верим? И он говорит, МНИТСЯ вам, думается, НЕ БЫТИ, этого нет, и есть. Это замечательные слова. МНИТСЯ БЫТИ И НЕСТЬ Это вот эта вся наша земная жизнь. Сейчас человек жив, через час его нет. Мы верим. МНИТСЯ НЕ БЫТИ И ЕСТЬ Так вот, апостол Павел об этом и пишет, что наша-то цель какая? Мы должны всё делать для того, чтобы войти, скажу так, достойно в жизнь вечную. Вот что должно быть смыслом нашей жизни. То, что есть – это посягается верою. Мы верим. Это есть. Вот. И какая же наша вера? Ну, конечно, быть со Христом. В этом смысл нашей жизни. А вовсе не в том, чтобы здесь приобрести что-то, что у нас неминуемо отнимется. И чем больше человек здесь имеет и придётся расставаться, тем большее страдания он переносит. Потому что личность не уничтожается, и после смерти она продолжает, то есть там, когда ей всё откроется в истинном свете, всё, что она делала, всё, чем жила, к чему стремилась, что совершала, личность увидит там, то есть по смерти открывается, если хотите, истинная сущность, прям личности. Продолжается, если хотите, познание себя. И вот это познание открывает человеку истинный смысл тогда его жизни. Если он понимает, оказывается, какая пустота это была в этой жизни, какая никчёмность, какой мыльный пузырь сегодня есть, завтра нет. И человек отдаёт все свои силы, ума, тела, души. Но это ещё что сила? Отдаёт совесть. На что? То, что у него через мгновение всё будет отнято. Вот апостол пишет, а мы-то верим в другое, верим в вечную жизнь, верим во Христа, и стремимся всё именно к этому. И, конечно, это несравненно. Ещё бы, как сравнить то, что мне дадут на самом деле или дадут только подержать? Что лучше? Ну, конечно, когда дадут совсем, а не подержать. Вот эта земная жизнь – это то, что дали подержать. Христос – это то, что дали мне совсем. Вот в этом смысл слова апостола. Ну, хорошо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...